Спорт на дожде Да, Кирилл, привет, наконец-то мы с тобой вместе Давнее, кстати, не работали мы в этом сочетании Ну что, поехали, Ситу, Суперкубок Испании Я уже говорил в новостях, знаешь, вот хочется людям позавидовать Насколько Суперкубок получается, ну, блин, ну зрелищный до безобразия какого-то Вот я не представляю себе такого в Суперкубке России, например Я с тобой соглашусь, и для меня вот эти оба матча, что первый, что второй, они стали неожиданностью совершенно дичайшей Потому что я думал, что эти клубы и Барселона, и Реал уже знают друг друга Вот просто до невозможности, они изучат игру по максимуму И просто закрытый футбол будут играть, да, до первой ошибки, что там, что здесь А они просто там в одном матче четыре гола, в другом пять И я вот, например, не понимаю вообще, как можно после этого смотреть матчи чемпионата Испании С участием других команд, кроме этих двух, например Ну здесь действительно, вот знаешь, вот к вопросу, опять же, об этом гении, об этого сумасшедшего, не полуростника Это совершенно что-то вот, каждый раз открываешься Я вот, то есть, или нет, наверное, мне не каждый раз везет это увидеть, когда я смотрю вот футбол, когда играет Месси Он не скажет, что всегда совсем уж гениален Наверное, это у меня очень тяжелое впечатление осталось от чемпионата мира Но здесь это было нечто совершенно особенное И, конечно, вот это еще противостояние И действительно ведь Реал как-то очень не умеет проигрывать Ну да, они постоянно, чуть что эта команда не лается Они пытаются преломить игру не какими-то там игровыми своими умениями А просто начинали конфликтовать, вот как сейчас мы видим на видео, да, у Марсела не выдержали нервы То есть, казалось бы, в принципе, там еще время оставалось, можно было атаковать, но нет Человек демонстрирует, что не держит Именно Фабрегас его сбивает Ну и вот это, конечно, такое потрясающее, не укладывающаяся в голове иллюстрация того, что делает Маурини Что делает Маурини, что у него там на уме Это какая-то совершенно алогичная Вот как может тренер вот такое вот засадить? Вот как ты, что вот... Ты знаешь, я уже просто-напросто перестал удивляться всему, что делает Маурини И вот матчи с участием Реала, я от них, наверное, даже иногда не столько чего-то игрового жду Сколько того, что же покажет Маурини, как он отреагирует на что-то То есть, кто-то из футболистов Барселоны сегодня сказал, что Жозе Маурини, он отрицательно влияет на наш чемпионат Мне кажется, что нет, наоборот, что это тренер Знаешь, а когда вот... Если я вот не особенно люблю футбол, то мне уж совсем действительно не интересно смотреть именно на эту личность Именно уникальную и вообще даже не просто в футболе, а вообще в спорте И там вот здесь вот в наши нарезки видео не попал этот эпизод Вот как он реагировал вот так вот на Леона Месси, когда он рядом с ним пробегал Это что-то такой гений-провокатор абсолютный И что он опять в этот раз вычудил на пресс-конференции? Ну, на самом деле, не то, что он что-то вычудил, но действительно он как-то опять очень интересно повернул ситуацию Давайте послушаем, что он говорит А он говорит, конечно, естественно, поиспас Я говорю, что знаете, вот что такое происходит? Во второй половине просто нету мальчиков, которые подают мячи И создают вот какие-то сложности нам, да? То есть мы мяч вынуждены искать достаточно долго Что это за провокация? Такую может провокацию строить только команда, которая понимает, что у нее какие-то сложности Какие-то сложности она испытывает И точно эта команда не Реал Мадрид Но Реал Мадрид, по-моему, тоже чувствует, что какие-то сложности испытывает Реагирует на несколько и несколько жестче, чем просто подговорить мальчиков Кстати, если о сложностях опять же таки говорить Да, следующая тема, это забастовка в Испании Там сложности у всех футболистов, да? Не только у Реала Мадридского Реала Я бы сказал, что там сложности во всей экономике Да, действительно, вчера прошла вот эта встреча между профсоюзом и Лигой очередная И ничего, ни о чем договориться они не смогли Когда 11 августа профсоюз заявил о том, что они будут бастовать Что их не устраивает вот это коллективное соглашение, которое Лига каким-то образом подписала в одностороннем порядке И вот сейчас они будут ругаться и торговаться Ты знаешь, вот в этом вся Испания на самом деле Потому что об этой проблеме было известно давно Еще с конца прошлого сезона Испанцы все лето, не пойми чем занимались До старта сезона остается пара недель и всплывает эта проблема И в итоге матч чемпионата откладывается То есть вот первый тур его уже перенесли на 27-28 декабря Ну, ты знаешь, вот ведь в Национальной баскетбольной ассоциации В принципе происходит то же самое Все тоже понимают, что сейчас просто идет локаут Никак они не могут договориться И встречи пока не происходят Игроки там что-то совещаются между собой У владельцев, у клубов, то есть у Лиги Есть вроде бы какая-то своя общая позиция Но позиция совершенно такая неприемлемая для игроков И они тоже не сказать, что они так уж хорошо поступательно двигаются навстречу друг другу И что-то мне подсказывает, что в Испании как-то они быстрее договорятся Ну просто потому, что я не могу себе представить Что вот эта вот забастовка и вот эта отмена матчей Может продлиться дольше, чем вот эти вот два тура Ты знаешь, дело в том, что вот они завтра, на завтра назначили очередную встречу И меня больше всего удивило то, что они там завтра будут обсуждать не какие-то возможные выходы из этой ситуации А просто будут обсуждать о том, на какое время перенести матчи второго тура То есть как бы людям поговорить не о чем То есть они будут обсуждать календарь, а не искать пути решения проблемы Да, очень сложно Потому что у них, я напомню, спорят они из-за того, что игроки хотят гарантии Что перед игроками достаточно серьезные задолженности Но действительно, все клубы очень здорово пролетают И все очень здорово теряют деньги И надо как-то разбираться с игроками И знаешь, о чем мечтают все игроки? Они думают, эх, а вот бы мы сейчас оказались не в Испании, где столько проблем А оказались бы мы в Анжи А вот о том, кто скоро окажется в Анжи, через секунду Это «Спорт на дождя» Ну что, у нас есть какое-то обновление по Сумвиле ЭТО? Мы могли бы уже сказать, что с утра еще мы могли бы говорить, что сегодня, видимо, будет его медосмотр Что уже последняя стадия перед тем, как подписать новый контракт со своей командой В итоге его перенесли, медосмотр в очередной раз перенесли Анжи при этом повысил свое предложение на 2 миллиона Теперь они готовы заплатить за него 24 миллиона Интер при этом настаивает на своих 30 и не хочет двигаться с места Тут еще появился какой-то представитель или футболист Который сказал, что очень тяжело идут переговоры Что они сейчас заморожены, что вообще там, может быть, все это не состоится Ну, какая-то путанная ситуация очень Ну, хотя бы, вот, ты знаешь, все эти последние дни, в общем-то, информация вся шла только от итальянских СМИ Такая была первоисточником Но вот сейчас, наконец-то, Герман Ткаченко появился в Италии И сейчас для него действительно это уже вопрос чести, чтобы этот переход состоялся Потому что, в общем-то, наш такой самый известный, наверное, футбольный менеджер Да, такой же самый эффективный, по общему мнению Вот, тебе не надо договаривать Знаешь, там еще есть такая информация о том, что переговоры затягиваются Якобы из-за того, что Анжи сформулировал слишком жесткие какие-то дисциплинарные требования В контракте прописал, да? То есть, чуть что какое-то малейшее нарушение со стороны того Там сразу какой-то, видимо, гигантский штраф Ну, да, в общем-то, Анжи это, в общем-то, нормальные такие действия Но ведь, насколько я знаю, есть еще один участник во всей этой истории Что не только два клуба, но еще и Манчестер-Сити, у которых тоже денег Интересно, у кого куры вот более наклеванные деньгами? У владельцев Анжи или у... Я подозреваю, все-таки в Манчестере там Там куры-то пожирнее Но у них есть другая проблема Эту проблему зовут Карл Стэвис Человек, который не хочет играть в Англии Человек, который не знает, чем заняться в Манчестере Который не может найти, чем занять свою семью Он просто, ему предлагают зарплату в 250 тысяч фунтов в неделю И он говорит, друзья мои, я не хочу играть в Англии Ну вот, и клубы, собственно... Скорее всего, дело в кухне Знаешь, если речь идет о Лондоне То есть даже о Манчестере и Милане То дело почти наверняка в кухне и в кофе В Милане варят самый вкусный кофе на свете, по-моему Так возможно Так вот, клубы официально То есть и Манчестер-Сити, и Интер Сказали, что они ведут переговоры И суть этих переговоров в том, чтобы отправить Карлоса Тевиса в Интер А в Манчестер при этом должен проследовать ЭТАО И когда была пресс-конференция ЭТАО официально То есть когда он рассказывал о своем будущем Он сказал, что да, друзья, мы ведем переговоры с Анжин Но при этом мой переход может стать сюрпризом для англичан И то есть вот после этого вообще не становится непонятно Чем вообще все это закончится Окей, посмотрим, будем следить за этой ситуацией Естественно, как бы попробовали бы мы не судить и не следить А что у нас сегодня еще Лига Европы О ней поговорим через секунду Сразу три клуба российских сегодня стартуют во втором по значению европейском турнире Давайте посмотрим, Кирилл, рассказывай, кто у кого какие шансы Что Спартак у нас, с кем играет? Посмотрите, Спартак играет с Легией в гостях Да, там шансы более-менее равны Игра, что называется, на три результата То есть Валерия Карпина очень лестно отзывается о Легии Говорит, что эта команда вполне себе Ну, вошла бы в первую восьмерку чемпионата России Но если посмотреть на то, как играет Спартак с Легией Ой, господи, с Легией с серединками чемпионата России То понимаем, что с Легией может быть все что угодно У Локомотива считается абсолютным фаворитом Ну да, так и должно быть, потому что Спартак Турнава Если бы перед нами ставила задача найти самый такой ничем не выделяющийся никчемный клуб во всей Европе Это был бы Спартак Турнава, мне кажется Не Владикавказская Аланья Ну, нет, все-таки нет Им, кстати, вообще не повезло Но, на самом деле, они еще в прошлом туре, по всем прикидкам, вполне себе могли вылететь Но, тем не менее, дошли до сюда И посмотрим, посмотрим, как они справятся Давай, на что мы будем смотреть в этих матчах, все-таки стоит, наверное, на что-то смотреть Смотри, Легия, Спартак, там, конечно, все вокруг болельщиков завязано Да, то есть, были сообщения о том, что болельщики Спартака уже договорились о том, чтобы схлестнуться с болельщиками Легии И якобы на стороне Спартака еще должны воевать парни, которые болеют за Лег Обалдеть, Вовка и Петруха будут за тебя, а драться мы все равно будем Ну, то есть, здесь самое главное, чтобы это на футбольное поле никак не принеслось Чтобы там фаером не закидали, чтобы вообще, в принципе, игра состоялась Ну, да, очень бы хотелось Локомотив, там, вся интрига в том, что придумает на этот матч Жизека Усерева То есть, это человек, который в последнем матче Чемпионата России перетасовал состав так, что игроки вышли играть не на своей позиции И едва, как там унесли ноги из Нижнего Новгорода, от Волги, которая там идет в нижней части турнирной таблицы То есть, определенно, он в каком-то замешательстве и очень многое будет зависеть от него Ну, и на что все-таки смотреть Солани-то? Давай будем смотреть Там не смотреть, на самом деле, там нужно надеяться на их вратаря, на Дмитрия Хомича, который Который, ну, можно сказать, что вывел команду в эту стадию И очень многое будет зависеть от него, потому что Бешикташ, разумеется, сильнее Если все-таки поймает он кураж, то у Алани есть какие-то шансы, ну, пройти дальше Ну, по крайней мере, не без шансов возвращаться к себе в Владикавказ Окей, это мы обсудили Кубок Европы Что, это спорт на дожде, у нас есть еще парочка тем, для того, чтобы с вами пообщаться Спорт на дожде Так, друзья, давайте быстренько посмотрим, что у нас происходит в Цинценате Сейчас так, Вера Звонарева, проходим следующий тур Кто еще у нас? Так-так-так-так Светлана Кузнецова Да, и Светлана Кузнецова, и Надя Петрова Все они прошли Что еще интересного в Цинценате? Давайте посмотрим Кристина Махея встречалась с Карл Вознянской с первой сеянной турнирой Первый номером мирового рейтинга И Карл Вознянский ничего не могла про нее поставить 19-летней американки, которая где-то там в конце первой сотни бултыхается Представляете? Кара Вознянский вылетает и едет домой Эта девочка Кстати, Кара впервые проиграла теннисистке, которая младше ее самой Сама-то не особенно старая Но еще одна серьезнейшая потеря Такая не на корте происходит Сирена Уильямс, которая была таким абсолютным тяжеловесом, фаворитом этого турнира Сегодня утром проснулась и говорит У меня распух большой палец на ноге И вообще он очень сильно болит И я пока играть не буду Вот так вам Пожалуйста, и Сирена Уильямс совершенно спокойно Может ехать сейчас на свадьбу Ким Кардашина и Криса Хамфриса Она там подружка Ким Кардашина, это, в общем-то, известно Если вы смотрите американский реальти-шоу Ладно, в мужской сетке что хорошего происходило Жоуфред Сонга проиграл Алексу Богомолу-младшему Мне так казалось, что Сонга, Сонга, да, на самом деле Такой атлетичный теннисист Который сейчас в этой американской серии будет очень эффектно смотреться Но разобрался с ним не такой уж крупный американец С российскими или там казахстанскими корнями Ну и Джокович, наконец, вот эта машина работает Все в порядке у него С Райаном Харрисоном разбирается без особенных проблем Первая ракетка мира идет за своим US Open За своим очередным титулом Возможно, уже третьим в этом сезоне Посмотрим Третьим титулом Большого шлема Так, это «Спорт на дожде» И у нас есть еще одна большая тема Которую мы сейчас вам и расскажем Это «Спорт на дожде» Бабах Друзья, в эти выходные в парке В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького Состоится такая история, которая называется «Проспорт парк» Что это за история? Что это за такой спортивный фестиваль? Нам сейчас расскажет Андрей Тестов Это один из авторов журнала «Проспорт» Который на вот этот как раз фестиваль выступает его креативным директором Андрей, привет! Привет, Дима! Ну, расскажи, что там будет такого? Что вы там запланировали? Ча целых 10 часов какого-то бесконечного экшена? Ну, в первую очередь мы хотели бы напомнить о том, что есть такой журнал Что это действительно самый лучший журнал о спорте Завязывай, завязывай! Мы тебя не для этого пригласили в эфир Секундочку Строим там спортивную огромную активность Которая будет состоять из 10 площадок На самые-самые разные вкусы Начиная от детей и заканчивая старичками То есть батуты, шахматы Ну, давай вот мы посмотрим Мы сейчас можем посмотреть на вот эту вот карту, друзья Да, да, и вот как раз посмотрим, что вы там запланировали Так, сейчас я тут надо смотреть А про шахматы, что за история, кстати? Там, по-моему, сеанс одновременной игры или как это называется? Я шахматы буду, я с дойдем Да, это будет сеанс одновременной игры с гроссмейстером на 20 досок Это вот, наверное, как раз на схеме обозначено, где человек сидит на скамеечке, да? Да, да Это значит, как раз вот эта аллейка здесь, прямо за фонтаном, где обычно люди купаются Ну, покажите людям крупно Да, вот это вот как раз вот здесь будут находиться шахматы Рядом с ней Вот что-то для скейта, вы будете что-то строить особенное и для роликов? Там уже построена рампа большая И там, в общем, да, будет все то экстремальное, что достаточно регулярно проходит в городе Но у нас на этом как бы не будет акцента Это будет просто один из ярких... Там, то есть все желающие будут? Там не будет каких-то приглашенных звезд? Не-не-не, там будут выступать, естественно, райдеры из команды DC Которые, собственно говоря, делают эту рампу Вот так вот, там будут показательные выступления Слушай, очень интересно, что будет за биатлонная такая программа Вот здесь вот будет находиться тоже здесь вот немножко левее от фонтана Я смотрю, это какая-то прям биатлонная трасса Что там будет? Там будет трасса для летнего биатлона На нашем сайте все подробненько описано Ну ты нам сейчас расскажи Ну, там написано, во сколько и где Можно будет записаться на это И попробовать свои силы, да, проехаться, в общем-то, на роликовых лыжах А самое сладкое про чирлидерш там какая-то еще есть история? История про чирлидерш? Не думаю, что у нас такая Как-то отдачено в плане Ну ему вот, окей Киру, интересно, где будут девчонки А мне интересно, что там будет за музыка Потому что я знаю, что будет баскетбол Вообще, что там, вообще какая движуха основная будет вечером? Так, девчонки будут, на самом деле, повсюду С музыкой будет играть отличнейший фанк всю дорогу А в 7 часов вечера... Кто будет играть отличнейший фанк? Ага, фанк Мне показалось, панк, я испугался Не-не-не-не, никакой фанк Да-да? Все будет очень мило и солнечно А в 7 часов начнется концерт Который будет очень громким и очень веселым Приедет сумасшедшая команда Волга-Волга из Казани Будет группа Кубанаты Которая играет карибскую музыку великолепную Супер, супер, все, окей Спасибо большое, Андрей Надо было, наверное, раньше тебе звонить Чтобы мы побольше могли об этом поговорить Но увидимся в парке, значит, в эту субботу Я буду, Кирилл, ты собираешься? Да, конечно, обязательно загляну Ну все, отлично Мы смотрели, вы смотрели «Спорт на дожде» Кирилл Благов, Дмитрий Матеранский Пока-два Спорт на дожде